Уважаемые президенты, уважаемые коллеги, спасибо большое. Можно сказать и с злокачественным новообразованием молочной железы и метастазами в головном мозге. Очень непростой контингент, и хочется немножечко рассказать об этих пациентах. Но для начала позволите остановиться на самом ключевом понятии качества жизни, потому что в онкологии, онкопсихологии это один из основополагающих критериев, который позволяет нам правильно понять состояние пациента, особенности функционирования пациента, успешность и эффективность лечения, в том числе нашей психологической помощи, оценки эффективности всех подбираемых методов воздействия и результатов этого воздействия. Хочется немножечко остановиться о том, что, конечно, для нас важна именно субъективная оценка качества жизни пациентов, то есть субъективное восприятие самими пациентами своего состояния, отношение к тем проблемам и к тем изменениям, которые наступили в их жизни в связи с заболеванием, с самой удовлетворенностью собственной жизнью. И диагностика качества жизни, субъективной оценки качества жизни, конечно, позволяет нам выявить наиболее значимые и травмирующие для личности аспекты заболевания, лечения и вырабатывать соответствующую же стратегию психологической помощи в онкологической клинике с опорой на эти особенности. Основополагающими критериями качества жизни являются физические показатели, психологические, уровень независимости пациента и активная включенность в общественную жизнь. В нашу группу вошли пациентки с раком молочной железы, со злокачественным образованием молочной железы. Это очень важно, потому что в женской популяции это самое распространенное онкологическое заболевание, а во всей общей популяции это заболевание находится по распространенности на третьем месте. Почти 60% больных являются пациентами трудоспособного возраста, поэтому повышение, поддержка качества жизни, конечно же, играют для нас очень важную ключевую роль. К сожалению, иногда заболевание прогрессирует, и в том числе есть такой вариант развития событий, когда распространенность идет в головной мозг. По данным канцерорегистров у 80-10% онкологических пациентов возникает такая распространенность. По данным исследований у 25-30% онкологических пациентов, ну а по данным аутопсии у 25-40% онкологических пациентов возможно и такое развитие событий. По данным канцерорегистров 6% женщин, имеющих злокачественное новообразование молочной железы, могут иметь метастазирование в головной мозг. Опасно оно в первую очередь тем, что развиваются разного рода неврологические осложнения, может меняться психический статус пациентов, поэтому этой категории хочется тоже уделить особое внимание. Целью нашей работы явилось исследование субъективной оценки качества жизни. У женщин с злокачественным новообразованием молочной железы и метастазированием основного заболевания в головной мозг. Мы решили задачи исследования субъективной оценки качества жизни, эмоционально-личностных особенностей, степени выраженности психопатологической симптоматики, отношения к болезни и особенности совладающего поведения у этой группы пациентов. Использовали мы ряд опросиков, позвольте я здесь не буду их перечислять, потому что в дальнейшем на слайдах так или иначе мы их будем указывать. В нашу группу исследований вошло 43 женщины, у которых был рак молочной железы и метастазирование в головной мозг. Эти женщины были от 30 до 63 лет. Критерием включения в эту группу стало как наличие самого основного заболевания, так и первичное выявленное метастазирование в головной мозг и отсутствие интеллектуально-амнистических нарушений. Исследование проводилось на базе клиники радиохирургии, стереотоксической терапии и общей онкологии Медицинского института Березина Сергея. У нас были как молодые женщины, так и женщины по старше возраста. Длительность заболевания была от 1 года до 15 лет. И были разные по типу заболевания пациентки, включенные в нашу группу. По основному заболеванию все женщины получили хирургическое лечение, противоопухолевую терапию и лучевую терапию в большинстве случаев. На момент обследования противоопухолевая терапия получала 88% женщин, и все проходили подготовку к прохождению лучевой терапии на лечение метастазов головного мозга. Метастазы были множественны, небольшого размера, и срок выявления метастазов был от 10 дней до полутора месяцев. Какие данные мы получили? Если говорить в целом о субъективной оценке качества жизни, то хочется отметить, что по сравнению с нормативными показателями, наши женщины говорили о относительно удовлетворенности физическим своим функционированием. У них было довольно-таки спокойно по части интенсивности боли, удовлетворенность своим состоянием, хорошее социальное функционирование и хорошие показатели психического здоровья. Чем они были в меньшей степени удовлетворены? Это ролевым функционированием, связанным как с физическим, так и с эмоциональным состоянием этих женщин. Женщины имели высокую личностную тревожность, однако надо отметить, что ситуативная тревожность находилась на уровне нормативных значений. Мы изучили их эмоциональное состояние с помощью методики телесной географии эмоций. И надо сказать, что эти женщины имеют довольно-таки широкий спектр эмоциональных переживаний. К сожалению большому, несколько доминировали отрицательные эмоции над положительными, но в том числе были и положительные переживания. По месту расположения женщины чаще указывали голову и область грудной клетки, что было связано как с основным заболеванием, так и с особенностями прогрессирования этого заболевания. Причем хочется отметить, что в основном в области головы, как мы видим, доминируют отрицательные переживания. В области туловища, грудной клетки были примерно одинаково представлены эмоциональные переживания женщин. Четверть указали только положительные эмоциональные переживания. Этот пункт требует дальнейшего изучения. Вполне возможно, что мы имеем дело с механизмами психологической защиты. 20% указали только отрицательные эмоциональные переживания, характерные для них в этот период. 56% женщин указали и положительные, и отрицательные эмоциональные переживания. Среди преобладающих чаще всего указывали состояние надежды. Также были выражены спокойствие, оптимизм и беспокойство. Личностные особенности характеризуются довольно-таки высоким уровнем контроля, уступчивости и несколько заниженной уверенностью в себе и самооценкой. Надо сказать, что по шкале дисфункциональных отношений показатели находились в пределах нормы, что, опять-таки, если говорить о только что обсуждаемой теме психосоматического заболевания, еще раз опровергают эту точку зрения. Что касается выраженности психопатологической симптоматики, то чаще всего женщины предъявляли жалобы соматического плана на какие-то жалобы депрессивного, тревожного спектра и жалобы, отражающие какие-то проблемы, касающиеся нарушения пищевого поведения и сна. По типу отношения к болезни доминировал эргопатический тип, и также был довольно-таки высоко представлен синдитивный тип отношения к болезни. Что касается копинг-стратегии, то в целом можно оценить очень широкое распространение разных типов совладающего поведения у этих женщин. Доминирующими явились просоциальные копинг-стратегии, особенно поиск социальной поддержки, и активная копинг-стратегия импульсивное поведение. Она была выше нормативных значений. Женщин нашей группы мы разделили, используя разные критерии, еще на разные подгруппы. Сейчас хочу рассказать об особенностях женщин, имеющих разные субъективные показатели физического компонента здоровья. Как вы видите, из этой группы треть имели сниженный показатель физического компонента здоровья, и две трети указывали на средний и повышенный даже немножечко уровень этого показателя. Что было характерно для этих женщин? Мы видим, что для женщин, у которых был низкий показатель физического компонента здоровья, характерно снижение показателей ролевого функционирования, и особенно хочется отметить значительную разницу по показателю интенсивности боли. То есть в основном именно болевой компонент у этих женщин вот таким образом давал такую характеристику физического компонента здоровья. В целом психопатологическая симптоматика у этих женщин, которые имели низкий показатель, была более выражена, особенно это касается критерии депрессии и соматических жалоб, доминировал эргопатический тип отношения к болезни, и у женщин с низким показателем физического компонента он был значительно более чаще представлен, чем у женщин, имеющих более высокую субъективную оценку по физическому компоненту здоровья. Мы разделили женщин по уровню представленности психологического компонента здоровья. Как мы видим, четверть имеет сниженный показатель, и примерно три четверти средний и повышенный. Здесь также ролевое функционирование было значительно ниже у женщин, которые имели низкие показатели психологического компонента здоровья. У этих женщин было более выражена как личностная, так и ситуативная тревожность. У них были более представлены различные жалобы, особенно жалобы, касающиеся соматизации, тревожной и депрессивной симптоматики. И у них, помимо доминирующего эргопатического типа отношения к болезни, хочется также отметить еще большую выраженность других дезадаптивных типов отношения к болезни и доминирование синдитивного типа отношения к болезни. Мы разделили женщин нашей группы в зависимости от длительности заболевания. И в данном случае было выявлено, что женщины, имеющие основное заболевание более пяти лет, более высоко оценивали свое физическое функционирование и в целом свою успешность. Вполне возможно, именно хорошее такое успешное лечение в периоды ремиссии дают такие вот субъективные переживания своих состояний. Однако для этих женщин, которые болеют более пяти лет, более выраженно оказались ситуативной и личностная тревожность. Если взять в основу критерии распределения по возрасту, то субъективно оценка качества жизни у женщин была одинаково независима от возраста. И различия мы нашли только по выраженности психопатологической симптоматики у женщин более старшего возраста, что логично и закономерно. Эта психопатологическая симптоматика была представлена в более высокой степени. Если положить эти данные в основу каких-либо дальнейших психологических работ, и мы это в клинике тоже используем, то вот хочется отметить, что при снижении субъективной оценки физического компонента здоровья в первую очередь, конечно же, нам необходимо работать над снижением болевых ощущений, над переживанием, в том числе и страх возникновения болевых ощущений, использовать вот эту склонность к рогопатическому типу отношения к болезни для более эффективной адаптации этих женщин и работать с депрессивным компонентом эмоциональных переживаний. При сниженной субъективной оценке психологического компонента здоровья на первый план выходит работа с личностной тревожностью, тревожной депрессивной симптоматикой и работа по снижению уровня представленности дезадаптивных типов отношения к болезни. Спасибо вам большое за внимание.